Зажжение новогодних елок в самом начале зимы давняя традиция, сложившаяся в Ленинском городском округе. Начинается мероприятие с парада Дедов Морозов, который проходит в Видном. Там они зажигают несколько елок, а затем садятся в автобусы и разъезжаются, чтобы повторить процедуру в поселениях округа. Ждали дорогого гостя и в поселке совхоза имени Ленина. А чтобы детвора и взрослые не заскучали, их развлекали волшебные персонажи. Это был потрясающий, потрясающий праздник. В совхозе Ленина всегда отличные праздники. Мне эти всегда очень нравятся. Раньше новогодняя красавица стояла у декана, сейчас, памятная о прошлогодних событиях, когда Павел Грудинин чуть не сорвал празднование Масленицы, решили не рисковать. Поставили елочку на муниципальной земле. Жители довольны, сколько детишек улыбаются, радуются. Я считаю, это решение правильное было, потому как, опять же, мы посоветовали с жителями на обсуждение и решили ставить ее именно здесь. За развлечениями время пролетело незаметно. И вот появился главный герой праздника. А теперь нам всем с Дедушкой Морозом нужно поздороваться. Но Дед Мороз не сразу приступил к церемонии зажжения праздничных огней. Ребятам пришлось пройти несколько испытаний. Были здесь и стихи, и песни, и танцы. И вот, наконец, главный момент вечера. Праздник удался на славу. Да и может ли быть иначе, если его организовали настоящие профессионалы своего дела, сотрудники муниципального центра культуры. Довольны остались и дети, и взрослые. Употребление шикарное. Погода очень хорошая. Даже, вот, не знаю, новогодняя, действительно. Спасибо большое организаторам. Деткам очень понравилось, и взрослым тоже. Посмотрите, сколько детей, сколько праздников, сколько улыбок, сколько веселья. Дети с удовольствием откликаются на это мероприятие. Да, почаще в такие праздники, как и в каждую госу проходили здесь. Очень все нравится. Главное для детей, видите, вот сами. В конце праздника детвора получила от Деда Мороза сладкие подарки.